В Самарканде проходит 14 заседание конференции сторон конвенций по сохранению мигрирующих видов диких животных. Важные вопросы в этом ключе обсуждают экологи из 130 стран-участниц. Биологическое разнообразие нашей страны включает более 27 тысяч видов. В 2019 году в Красную книгу Республики включены 206 видов животных и 314 растений. Среди мигрирующих видов животных снежный барс и фламинго. В результате комплексных мер принятие плана действия и национальной стратегии ареал обитания увеличился с 12 до 14%. За день до официального открытия на министерском заседании стороны подписали самаркандскую резолюцию по защите снежного барса и экосистем. В начале мероприятия премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов засчитал поздравления президента Республики Узбекистан Шалката Мерзьоева участникам 14 заседания конференции сторон Конвенции ООН по сохранению мигрирующих видов диких животных. В нем отмечено, что мигрирующие виды животных являются неотъемлемой частью экосистем. К сожалению, они сталкиваются с серьезными угрозами, изменением климата, потери среды обитания, браконьерством. Не зря начало этого заседания было с обращением нашего президента о том, что сохранение биологического разнообразия, охрана окружающей среды в сегодняшнем времени, на сегодняшний момент является основным и важным, потому что именно биологическое разнообразие и охрана окружающей среды это основная цепочка биологического вообще всего вида, которая окружает население планеты. Будет какой-то разрыв этой цепочки, непосредственно повлияет практически на все в целом, в том числе и на жизнь людей. По данным исследований, за последние 50 лет земли исчезло более 100 видов, а в Центральной Азии полностью исчезли 26 видов птиц, 12 видов млекопитающих, в том числе туранский тигр, азиатский леопард и многие другие. Выживание мигрирующих видов зависит от межгосударственных усилий регионального сотрудничества. Это ключевой вопрос. Обитание диких животных не имеет политических границ. Тематика конференции соответствующая. Природа не знает границ. Чем больше ширится география трансграничного коридора, тем больше шансов сохранить биоразнообразие. Узбекистан уже договорился с соседними странами о создании шести трансграничных территорий. Кстати, в рамках 14-го заседания издан вот такой вот интересный журнал, где подробно описывается информация о диких животных. Биоразнообразие Узбекистана включает свыше 27 тысяч. В Самарканде, да и в Узбекистане в целом, в последние годы проводятся масштабные мероприятия, посвященные вопросам экологии. На этом заседании мы стремимся изучить опыт Узбекистана и стран Центральной Азии в плане защиты всей природы, а не только исчезновения диких животных. Похвально, что Узбекистан сотрудничает с соседними государствами и ведет переговоры о создании шести безграничных территорий. Именно поэтому в стране достигаются высокие результаты в предотвращении исчезновения видов диких животных. Важно и дальше развивать инфраструктуру в стране, привлекать больше иностранных инвестиций и развивать международное сотрудничество. У нас в Центральной Азии имеется инвестиционный проект стоимостью 87 миллионов долларов. Это касается и Узбекистана. Мы работаем над предотвращением случаев распространения эпидемии среди животных. Ведется практическая работа по развитию сельского хозяйства. Данная конференция очень важна для нас. Также данная конференция является отличной платформой для встреч членов правительства и правительств участвующих стран. И для нас также это хорошая возможность вместе с ними обсуждать вопросы, связанные с нашим будущим сотрудничеством. Здесь в Центральной Азии у нас уже построен очень интенсивный диалог со всеми странами Центральной Азии. И еще раз хочу поблагодарить Узбекистан как принимающую сторону, как организатора данного большого и очень важного мероприятия за создание такой платформы. В Узбекистане для сохранения мигрирующих видов прежде всего совершенствуется правовая база отрасли. Принимаются новые правовые документы и обеспечивается их эффективной реализацией. За последние годы площадь охраняемых природных территорий, обеспечивающих надежную защиту мигрирующих видов, доведена до 14%. Создание лесов на площади 2 миллионов гектаров на высохшем дне Аральского моря позволило восстановить разнообразие растений и животных. В период председательства в конвенции в 2024-2027 годах Узбекистан по важному вопросу готов полностью мобилизовать все свои силы и потенциал. Мы очень рады быть в Узбекистане. Конвенция по различным диким животным очень важна. И сейчас в стране реализуется специальная программа. В частности, посадка миллионов деревьев вдоль Аральского моря является результатом работы, проводимой по экологически актуальному вопросу. На мой взгляд, в Узбекистане ведется большая работа в этом направлении, в том числе по контролю и мониторингу исчезающих видов. В этой связи следует подчеркнуть инициативы президента Узбекистана. Мы надеемся, что наше сотрудничество в этом направлении продолжится. Узбекистан ожидает утверждение нового стратегического плана по основным направлениям дальнейшей работы на 2024-2032 годы. Работа 14-го заседания продолжится завтра.